Здравствуйте, уважаемые любители спортивной борьбы! С вами Давид Кучешвили и мы находимся в Новосибирске. Это чемпионат России в финал. Весовая категория до 87 килограммов. На ваших экранах Давид Чеквитадзе, представляющий Москву, и Александр Комаров, представляющий Санкт-Петербург. У обоих был довольно-таки непростой путь до финала. Вообще, Александр Комаров чемпион России предыдущего года, так же, как и Давид Чеквитадзе. Правда, Давид Чеквитадзе чемпион именно в этой весовой категории до 87 килограммов, где в финале одолел он Сусруко Кадзокова, своего старого обидчика. А вот Александр Комаров боролся в прошлом году в категории до 82 килограммов. Комаров 99-го года рождения. 20 лет этому парню. И, собственно, в свои 20 лет он уже был неоднократным чемпионом мира, чемпионом Европы. Но все это было по кадетам, по юниорам. Очень именитый спортсмен именно в кадетах был. И сейчас он, собственно, уже занимает лидирующие позиции во взрослой сборной России. Но пока среди взрослых себя не сумел должным образом проявить. Ездил он после того, как выиграл чемпионат России в категории до 82 килограммов на чемпионат Европы. Но стал лишь там бронзовым призером в Бухаресте в 2019 году. Но, однако, парень очень сильно набирает. Что касается Давида Чиквитадзе, который сейчас проводит накат. Вот смотрим из позиции партера. Поставили Комарова туда, как пассивного борца. Пытается сейчас вытянуть Давид. И у него это получается. Зарабатывает 2 балла. Счет становится 3-0 в пользу Давида Чиквитадзе. Так вот, Давид Чиквитадзе с 2013 года входит в сборную команду России. И максимально проявил себя на Олимпийских играх 2016 года в Рио. Где в финале сразился с украинцем Жаном Белинюком. И одержал победу. При этом проигрывал тогда со счетом 0-2 после первой половины. Но затем смог переломить ход поединка. И одержал победу 9-2, став олимпийским чемпионом. Однако после, уже год спустя, на чемпионате мира в Париже в 2017 году случилась у Давида серьезная травма колена. После которой долго очень восстанавливался. И уступил даже место в сборной. Сначала Бекхану Аздоеву, если помните, такого борца, который, кстати, тоже на этом чемпионате России выступал. Но неудачно. И также уступил Давид Чиквитадзе затем Сосруко Кадзокову. И вот Бекхан стал лидером сборной вместе там с Сосруко. Но они менялись. И после этого уже появился Александр Комаров. В сборную сразу же вошел. Причем не стал долго он бороться в категории до 23 лет. Сразу же перешел во взрослую сборную. И, конечно, свои претензии на поездку в Токио он тоже предъявляет. Собственно, Александр Комаров очень здорово борется. Но многие отмечают, что пока не хватает ему психологического настроя на финалы. То есть на финалы выходит Александр с таким небольшим мандражем, можно так сказать. И не может проявить себя по максимуму. Оно и понятно. Все-таки парню всего лишь 20 лет. 99-го года, я напоминаю. А у нас первый период завершен. Давид Чиквитадзе ведется счетом 3-0. Родом он, кстати, с Кутаиси. Где также начал заниматься борьбой. Я помню Давида Чиквитадзе еще по 2005 году. Мы вместе когда-то тренировались в Чехове. Это спортивная база. Я думаю, многие спортсмены знают. Но я там тренировался с боксерской командой. А Давид был с командой борцов. И пересекались мы, скажем так, на спортивной базе Чехова. А у нас тем временем второй период начинается. Александр Комаров должен прибавлять. Первым у него, собственно, ничего пока показать не получилось. Давид контролирует центр ковра. Многие отмечают, что прекрасно сложен Чиквитадзе для данной весовой категории. Низкий центр тяжести. Маленький танк. Длинные руки. Короткие ноги. Классический такой борец. Ну, а Александр Комаров, конечно, нисколько не смущается перед столь именитым соперником. В интервью, кстати, Александр говорил, что... Очень уважает всех своих оппонентов. И его мечта, по крайней мере, год назад, вот в последнем интервью, которое выходило, это побороться именно с Романом Власовым на тренировках и постараться не полетать. Что часто происходит с соперниками Романа Власова. Но сейчас мы знаем, что у Романа такой некий спад наблюдается. Кстати, в его отсутствии Александр Чехиркин стал чемпионом России. А тем временем ставят в партер уже Давида Чиквитадзе. Рановато он только поднимается. Дают один балл Комарову. Так часто бывает, когда борец выигрывает первый период, второй начинает менее активно и дают пассив. И вот ставят в партер. Комаров сейчас может попытаться выполнить накат или бросок, чтобы заработать какой-то балл. Какие-то баллы, если у него это получится. Есть захват, но вытянуть не получается на себя соперника. Есть травма у Комарова в полуфинале он ее получил. Кстати, Соструко Кадзоков и Бекхан Аздоев боролись тоже на данном турнире. Но оба слетели на более ранних стадиях. Причем Соструко Кадзоков проиграл сопернику Александра Комарова по прошлогоднему финалу Ваго Маргаряну, представляющему Краснодарский край. А если бы выиграл его, то вышел бы вновь на Давида Чиквитадзе, с которым они уже не раз встречались. Там такие спорные были моменты. Ну а тем временем мы видим, что прибавляет постепенно Александр Комаров, осваивается и пытается притинговать Давида Чиквитадзе. Давид тем временем борется уже от соперника, понимает, что нужно постараться сохранить преимущество, которое он заработал в первом периоде за счет выполнения приема. В интервью Давид Чиквитадзе говорил, что подготовился недолжным образом к данному чемпионату, помешали различные микротравмы, но, как говорится, редкий борец избежит травм во время подготовки. И, как правило, они случаются. А тем временем Александру дают еще один балл. И 30 секунд до конца осваивается в этой весовой категории Александр Комаров, и это не может нас не радовать. Отличный спортсмен, у него, кстати, и отец, и брат, оба борцы, отец мастер спорта, поэтому, конечно, такая борцовская семья. И вот бросок проводит Александр Комаров, но не сумел посадить Давида Чиквитадзе, поэтому не засчитано, никаких баллов не зарабатывает. Еще одна попытка от Александра Комарова, есть захват, но не ставит в партер, не ставит в партер Давида Чиквитадзе. Устоял Давид, не был переведен в партер, колени остались на весу. Там, правда, еще рукой вышел за пределы ковра, то есть могут дать один балл. Но, по-моему, закончилось время. Сейчас мы с вами посмотрим. Выбросили челлендж представители команды Александра Комарова. Счет 3-2. Я напоминаю, что победитель чемпионата России, как сейчас нам еще раз показывает повтор, там буквально, да, вот здесь, то есть вышел уже после того, как закончилось время. Победитель чемпионата России в Новосибирске поедет на лицензионный турнир. Собственно, в этой весовой категории у нас пока нет лицензий. Александр Комаров проиграл чемпионат мира. И, собственно, лицензий пока нет. И если сейчас Давид Чиквитадзе одержит в итоге победу, скорее всего, так и будет. Да, 4-2, челлендж не выигран. Таким образом, Давид Чиквитадзе отправляется на лицензионный турнир олимпийский. А Александр Комаров отправляется на чемпионат Европы в Рим, который пройдет в феврале.